Добрый день друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о том как я готовлю воду до этого аквариума с черной тропической водой. Как я готовлю заварку до черной тропической воды. При этом хотелось бы сказать, что не надо понимать буквально, что черная вода действительно будет черная. Вот сейчас мы видим легкий кричневатый оттенок этой воды. Когда мы посмотрим на торфяное озеро издали, оно кажется вода в нем кажется черной. Но если мы подойдем поближе, то мы увидим, что вода в нем совершенно прозрачная и очень чистая. Эта торфяная вода, богатая гуматыми и дубильными веществами, очень благотворно действует на рыб и подавляет различные болезнетворные микроорганизмы. Является в некоторой степени антисептирующей водой, так же как и старая аквариумная вода. Кроме того в такой воде, в черной воде очень плохо растут возрасты или вообще не растут. При этом растения в слабокислой воде чувствуют себя превосходно. И так как же я готовлю воду для вот этого аквариума. Для приготовления чая заварки для черной тропической воды я беру в аптеке вот такие препараты кора дуба в фильтр-пакетиках и сопло диорхи. Не назовите в аптеке это шишками диорхи. Вам могут шишка диорхи не дать. Там это называется сопло диорхи. Также в садоводческом магазине беру торф. Он может быть как в таблетках, так и в развесном виде. Роли не играют. Все это помещаю в какую-то металлическую тару. Вот фильтр-пакетики с корой и шишками. И завариваю 3-5 минут. Затем отцеживаю и добавляю в аквариум. Удобнее всего заваривать это накануне перед с подменой воды. За ночь весь этот раствор чай настоится, остынет и после этого можно внести в аквариум. Норма внесения зависит от вашего желания и от исходных параметров воды в вашем аквариуме. Я, например, на 100 литровый аквариум, вот этот беру по одному фильтр-пакетику и от чайной до столовой ложки торфа. Такой чай я добавляю в аквариум раз в 7-10 дней при подменах воды. Сюда же в этот чай можно добавить и недельное удобрение в жидком виде, которое вы собираетесь внести в этот аквариум. Сейчас все это слегка проварится, прокипит минутки 3. Потом я этот раствор немножко остужу. За это время он настоится и потом мы с вами его отселим и зальем в аквариум. После процеживания и добавления в осмос у меня получился вот такой вот крепкий чай. Сейчас мы его добавим в аквариум. Сейчас я заливаю этот чай в аквариум. Друзья, не пугайтесь, если вода в аквариуме немножко помутнеет, это нормальное явление. Буквально завтра же она будет такой же прозрачной и чистой, как была в начале съемок. Туда же сейчас добавлю половинную дозу удобрения от Деннерли. Я его добавляю прямо в ведро. Ну вот это моя недельная доза. Внимание! Этот экстракт способен накапливаться в воде, а в больших количествах он будет действовать угнетающий на рост растений и развития рыб. Поэтому советую контролировать содержание этого экстракта в воде хотя бы по параметру PH и время от времени делать подмена воды с помощью чистого осмоса, слегка освежая воду, так как это и происходит в природе в период дождей. И в заключение я хочу сказать, что подобным образом воду я готовлю только для этого своего аквариума, где у меня собраны представители растительного и животного мира, верховьев Амазонки и других подобных рек. Эти реки протекают через густые тропические леса, богаты растительным опадом различным, питаются за счет ледников и дождей. Поэтому вода в этих реках достаточно мягкая, слабокислая и богата на гуматы и дубильные вещества. Имеет хорошие антисептические свойства. Надеюсь, никому не придет в голову использовать подобную воду для барбусов или живородок. Всем спасибо за просмотр. До свидания.